вас приветствуют грибоведы сегодня у нас 4 октября 2022 года мы опять в лесу сегодня слава богу дождя нет даже солнце немножечко проступает но сильно сильный ветер мы продолжаем наши поиски грибов смотрим где что растет ну вот 4 октября смотрите что здесь высыпало какое количество грибочков о которых я ничего сказать не могу не знаю чуть такой вот просто цены а может не цены причем здесь вот такого типа это старая какая-то дорога ведь колея а тут вообще он какие то есть старта грибов проснулась вот а здесь у нас и плитеи причем таки смачные да хорошо ну что будем сейчас смотреть что здесь наросло в данный момент лес у нас такой смешанный видите сосны березы елочки вот тут то и будем смотреть тут у нас что ну это у нас чешуй четко ольховая ничего интересного как говорится но зато раскраска какая вот чуть и чешуй четко ольховая он и это гриб не ядовитый но с очень противным запахом и поэтому хоть и растет большими семьями и красивые но его собирать не стоит ладно сейчас идем к болотцу есть есть болот такой лесной небольшого кругленькая такой вот посмотрим что там на нем могло вырасти а тут у нас что и а тут у нас вот березовички сарика так и продолжает 4 октября ну это тоже вообще раскис так этот а этот съеденный зверюшки то местные тоже кушать хотят ладно смотрим дальше так ну что вот старенького мы видим такое чувствую что здесь тоже никто не ходил ну это вот что и называется молва такая прошла грибов в лесу нет ну и все народ и не ходит так нет пока молодых нету в траве в такой ну там ближе к елочкам сходим о а вот на гнилой березе появились зародыши опенка летнего но уже такие вполне нормального размера а вчера то вообще были пуговки замечательно а это не от пол доносили прошлый раз так и засохли не дождавшись ну возьмем на жарюху вот здесь ствол облеплен где хорошо дорогие друзья приобретайте нашу книгу грибы в волокотской области второй том на обложке написано второй том но это совершенно самостоятельная книга в ней подробно описано строение гриба какие бывают шляпка геминофор ножка и так далее это нужно чтобы очень точно описать гриб но но сравнение грибов двойников показано сходство и различия съедобных и ядовитых грибов сравнивается восемьдесят два гриба в книге описывается где и когда искать грибы отдельный раздел посвящен поиску грибов по космическим снимкам книга имеет твердый переплет прошита напечатано намилованной глянцевой бумаге в ней более 400 качественных авторских фотографий эта книга пригодится и вам и вашим детям и внукам и друзьям к тому же это прекрасный подарок какому-либо празднику по вашему желанию мы делаем дарственную надпись книгу можно заказать только по электронной почте николай.будник.собака.гмайл.ком все остальные действия согласуем в личной переписке вот тоже признак поздней осени смотрите какие грибы да смачные какие это у нас это у нас вешенка поздняя вешенка поздняя вот с такими пластинчатые желтоватый гименофор толстые смачные такие мясо а цвет сверху вот зеленоватый там внутри вот под этой кожицей такой такой желеобразный слой который позволяет расти даже после морозов то есть они не промерзают спокойно продолжают вот при низких температурах рост смотрите какая друза интересная несмотря на такой цвет это они абсолютно свежие новые грибы возьмем их сегодня на жарюху вместе с этими с летними опятами пожарим вот так вот выглядит вот вешенка поздняя или осенняя еще называют ее то есть гриб небольшой но такой тяжелый массивный Настоящая осень, раз осенние вешенки начали расти. Вот здесь пенечки еще есть. Это место заготовки дров. Березы на дрова собирают, пилят. Здесь посмотрим на старых пнях. И на каждом шагу вот такие постаревшие грибы, полусгнившие на корню. И мы сюда не ходили, потому что плавали на острова. Ну сейчас уже вода упала, обмелела. Сейчас туда уже на лодке не пройти. Вот мы сейчас на машинах ездим. О, тоже что-то на пнето выросло. Какие-то опяточные дела. Ну это скорее всего серопластичный лозный опенок. Маленький. Не будем его брать пока. Ого. А это уже красно-кирпичный лозный опенок красно-кирпичный. Вот такой вот. Тоже в принципе нормальный гриб. Его отваривают и может на мариновку идти. Вот. В отличие от обычного опенка, у него нет вот такой вот этой слизи, как у обычной опенка. То есть он бесслизевой такой. Ну многим вот хозяйкам это нравится. На вкус влияет. Ну вот тут что-то. Тучка налетела. Дождь какой-то. Не дай бог начнется. Ладно. Пойдем вон сейчас туда на болотце. Так-так-так. Ну тут у нас более болотинка такая. влажное место. И что у нас тут? А это у нас млечник серо-розовый. Смотрите какие лопухи огромные. Это один из тех млечников, который считается несъедобным. Их не собирают. Ладно. Туда пойдем. Дождь пошел. Что сейчас собака? Ну вот пришли мы на болоту. Сейчас по болоту побегаем. Посмотрим, что здесь растет. О, что здесь растет. Вот ради этого мы сюда и пришли. Вообще-то. Это называется маховик желто-бурый. Или по-научному масленок желто-бурый. Суилус. Верьегатус. Какие смачные-то. Ой, хорошо-то. Замечательно. Замечательно. Смотрите, и малыши, и большиши. Потрясающе. Была надежда, я не говорил просто. Боялся сглазить. Хе-хе. Очень хорошо. Все лето ни одной волны не было. Вот сейчас, осенью, вот 4 октября первый раз. Вот такая массовая. А то по одному две штучки. Вот ходим по этому ковру моховому. Пока ничего не видно. Из интересного, хорошего. Ну вот. Единственное. Свинухи. Бросаются под ноги. А маховиков-то пока не видно. Ну ладно. Да, кстати, и свинух-то вот сколько ходил. Вот семейка. Ну ничего, походим. Мы же только пришли в лес. Тут у нас что-то такое виднеется. О! А здесь у нас клюквочка. Надо же. Ладно. Погуляем. Посмотрим. Что мы разделились. Часть людей осталась на клюкве. А я пошел. Вот. Вот. Это у нас горькушка. Гриб идет исключительно на засолку. Или он еще называется грусть горький. Вот. Ну, горькушка, сухарка. Довольно-таки популярный гриб в народе. Но он чем берет? Своей урожайностью. Когда он растет, то их очень много. Но требует более длительного вымачивания. Вот. Когда он вымочится. Вот сейчас он красный. Такой вот. Красно-кирпичного цвета. Красно-коричневый. То... А когда вымочится и в соленом виде, а не желтого цвета. Эти грибы хорошие, нормальные. Вот. Когда других нет, то заготавливаю вот эту горькушку. Заготавливаю в огромных количествах. Ну, вот в этом году солонина нет. Поэтому, наверное, возьму я тоже. Вчера вот были волнушки с волнушками. Пусть вымачиваются. Так. Ну, что тут? Вот прямо на этой подушке. Вот. Такая цель нашего похода. Видите? Прямо на болоте. Вот там, где все чавкает. Вот они тут и растут. Но интересно. Вот они могут расти как на болоте, так и прямо в сухом-сухом бару. О! Смотрите, какие красоты. Идеального размера. Идеального возраста. Так. О! А тут у нас старший товарищ. Посмотрим, как он себя тут чувствует. Не, вот его. Его уже съели. Видите? Ну, ладно. Оставим. Пусть оно. Да тут вот по кочкам так и клюкву рассыпано. Очень хорошо. Ладно. Будем дальше смотреть. А, вон еще у нас. Вижу я. Эти же горькошки. Решил собирать. Вот. По-латински это Lactarius rufus. Ну и. Хорошо. Сегодня вымочим. Вот. Елена Леонидовна сейчас в городе готовится к песенному конкурсу. Завтра будет конкурс. Называется «Голос Череповца». Это местная газета. У этой местной газеты «Голос Череповца» юбилей. И вот она проводит городской конкурс песни среди разных категорий. Ну вот. Елена готовит Андрея к выступлению. Так что завтра тоже съездим на концерт. Завтра дневника грибника не будет. Будем на концерте. Так. О. Пока рассказывал. А смотрите какой. Потрясающе. Размеры. Так что надо. Качество идеальное. Ну и все. Продолжаем смотреть, что тут наросло. Дождик вроде так капает, но не сильно. Ну вот. Осеннюю погоду не понять. Только что дождик накрапывал. И вот солнце вышло. Ну. Отлично. И сразу настроение появилось. А тут когда на болоте, да еще дождь идет. Как-то так на душе не очень. Мягко говоря. Ладно вон там что-то есть. Посмотрим сейчас. Солнце вышло издали так. Смотрю. Точно. Это оне. Что мы ищем. А рядышком вот семья свинух. Вон. Тоже. Такие. Ложные тревоги. Их-то издали видно. О! Думаешь. Потом подходит. Тьфу ты блин свинухи. Вон. А это вот такие. Вот рядом видите. И свинушка рядом растет. О, какой идеальный при таких размерах. Замечательно. Так, слизень уберём. Да, не сказать, что массово, но растут. И это радует. О, тут вот ещё семечка. Ладно, поползаем в этом месте. Повнимательнее будем смотреть. Ну, а тут горькушки большой-большой семьёй. И причём все маленькие. О, какая! Прямо идеальный размер. Тоже массово не росли. Буквально отдельные были. Не видели. Вот сейчас октябрь подстегнул рост. Вот, ну и хорошо. Берём. Берём. Там у нас сбор клюквой идёт. Вот. Ну что, болото показало, что очень единичными такими экземплярами и единичными семьями. Вот. Сейчас вот сюда зайдём. Здесь появились ёлки и кочковатая такая. Качковатая земля. И тут у нас ещё и черничник. Посмотрим. Вот здесь что растёт. То есть такая поиск. Настоящий поиск, а не сбор. Ну, хорошо. Смотрим, что здесь может быть. Вот. А тут у нас очередная семья краснокирпичных. Очередная семья состарившихся и умерших подберёзовиков. Но нам пока этого не надо. Так. Вот это что у нас тут? Вот. О, какое дело. Смотрите. Надо же. Там мы собирали абсолютно свежие, новые маховики. А эти уже, смотрите, аж побелели от старости. Вот так вот. То есть они начали ещё раньше, значит. Эти гименофор съедены. О, полностью. Вот так вот. Это что у нас за грибочек такой? О! А это мокруха. Мокруха. Мокруха пурпуровая. Ммм. Нормально так-то. Да. Это вот что? Она же. Она. Ну, всё. Пойдёт в корзинку. Сегодня мы её пожарим. Да. А здесь, смотрите. Маховики растут, но они здесь уже старые. То есть они начали здесь раньше, чем на болоте. Вот так вот. На болоте свежак. А в лесу? А в лесу уже всё. Ну, ладно. Вернёмся на болото. Будем смотреть. Ну, вот пробежка по лесу ничего особо не дала. Грибочки старые. Ладно. Возвращаемся на болото. Будем здесь смотреть. Здесь более-менее. Качество хорошее. Молодые. Так. Всё. Идём. О! Опять я на болоте. И здесь у нас вот ещё один такой поздне-осенний гриб. Семьи у него очень большие. Многочисленный. Гриб довольно-таки крупный. Это у нас. Это у нас. Это у нас. Вот что. Это у нас трафария горнемана. Такой гриб. Размеры, видите, какие могут быть. Такой серо-синие пластинки. Вот. Тоже некоторые грибники их солят и в жарку пускают. Но предварительно надо отваривать долго, как-то так воду сливать. Потому что у них, ну, такой запах не совсем приятный. Вот. Но, тем не менее, люди собирают как-то. Мы не будем собирать. Вон они. И дальше продолжается. Семьи у них многочисленные, крупные. Вот. Ну, ладно. Хорошо. Ну, вот. А я продолжаю собирать эти горькушки. Вон они. Не сказать, что часто попадаются. Ну, попадаются. Возраст у некоторых вообще еще младенческий. Вот. Так что на засолку пойдут. В траве прячутся. Хорошо. Забираем. И самое главное, что все грибы чистые. Нет. Этих. Насекомышей. Все идет в корзинку. Так. Ну что. Гуляю по болоту. А тут у нас вот. Тоже грибы. И тоже красного цвета. Вот смотрите. Это горькушка. Грибы. А это тоже как бы такого же цвета. Смотрите. Единственное. Только чуть-чуть блестит. Опа. Вот. А это гриб совершенно другого рода. горькушка. Если горькушка это лактариусы. То есть гриб млечник. Вот. Видите. У него. Млечный сок. Выделяется. То вот этот гриб. Он из рода паутинников. Совершенно другой конструкции. Грибы. Но внешне очень похожи. В принципе их тоже можно жарить после отваривания. Вот. Но солить. Если солить. То тоже только после отваривания. А вот горькушку солят холодным способом. То есть не обязательно варить. Достаточно вымочить. Но внешне. Смотрите. Можно сказать. Ну что дождик идет. Так он. То же самое. Нет. Цвет тот же. Но фактура не та. И вот в грибах даже вот это важно. Видите. Вот некий блеск. Некая такая вот слизистость. Гладкость. А здесь тоже как бы гладкость. Но другого типа. Без особого блеска. Хотя по цвету цветовая гамма практически одинаковая. Вот. Так что в грибах очень вот эти тонкости важны. Ладно. Пойдем. Смотреть дальше. Что тут растет. Ну. Ходил-ходил. Смотрите. Одинокий. Маховичок. Это он почти с отгрызенной головой. Одинокий. Семьи нету. Маховичок. Но сейчас похожу. Может все-таки. Есть кто поблизости. Это очень необычно для этого гриба. Обычно у него семьи большие. Нашел семью и сел и только режешь. А этот год вот такой уникальный. Год одиночных маховиков. Только через 30 шагов. Вот еще одна семейка. Поменьше. Эти. Эти вот. Покрупнее и постарше. Тут он вообще. Оксакал. Так. Ну. Хорошо. Будем здесь вот по этой линии ходить. Смотреть. Брожу по этому болоту около часа. И только вот первый раз. Встретились вот такие грибы. И тоже на болоте. Смотрите. Что это у нас? А это у нас козлята. Вот так вот. Хорошего качества. То есть не только на сухих местах. Но и вот на таких болотных. Вон. Смотрите. Сколько их. Тут высыпало. И они тоже принадлежат к роду масленок. По-моему. Сувилус бавинус. По-моему. так называется. Так вот. Маслята. Видите как. Растут. И в сухих барах. И в мокрых болотах. Маслята. Тек. И вот еще. Смотрите какие. День. Ну я такой. Думаю что это. Может ошибаюсь конечно. Что это галерина. Муховая. Хотя. Галерина. Скорее всего. Может и нет. Цвет такой. Синий. Черный. Да. И вот еще. Козлятушки. Ребятушки. Ну. Хорошо. Посмотрим еще. Каково качество. Смотрите. Качество без. Червяков. Даже. У крупных. Обычно. Они. Обычно. Они. Такие. Очень. Быстро. Червяевеют. Ну. Ладно. Хорошо. Пойдем. Ого. Еще. Одна. семейка. Маховиков. Да. Хорошенькие. Такие. Идеальные. Можно сказать. Вот это. Молодежь. Более. Такие. Зрелые. Ну. Совсем. Мелкие. Ну. Это. Уже. Все. Отжившие. Семья. Такая. Большенькая. А вот. В траве. Так. Тоже. Скрылые. Сорваются. И тут. О. Идеальные. Вот. Он. На мариновку. Ну. Интересно. Что. Они. Вкусны. Когда. Вот. Только. Только. Сорвали. И. Тоже. Приготовили. Если. Они. Полежат. Немножко. Вот. То. Потом. Их. Вкус. Как-то. Ухудшается. А. Если. Полежат. Множко. Например. Там. Двое. Суток. Ну. Бывает. Так. Что. Принесут. Из леса. Положат. В холодильник. Типа. Не до того. В свежем виде. Вот. После этого. Они. Приобретают. Какой-то. Запах. Такой. И. Привкус. Очень. Такой. Неприятный. Вот. Это. По нашим. Наблюдениям. Вот. А когда. Вот. Они. Только. Только. Сорванные. Буквально. Через несколько часов. Приготовлены. Великолепный. Гриб. Вот. В сушку. Зимой. Из. Сушеных. Суп. Прекрасный. Ну. Ладно. Собираем. Грузим. И. Еще. Пройдемся. И. Что-то. Новенькое. Тоже. Попадается. Какие-то. Грибочки. На. Высоких. Ножках. Но. Тоже. Выглядит. Не знаю. Надо будет. Смотреть. Так. Ножка. Ножка. Такая хоть. Ножка. Полная. Без. Дырочки. Светло-коричневые. Пластинки. с ободочком птички местные разборки устраивает ладно клюква тут тоже не сказать что сплошным ковром ну и ходишь ходишь и так отдельные кочки отдельные кочки ягода уже зрелая хорошая ну так 4 октября так все уже созрела уже можно собирать но не везде отдельными такими отдельными кочками ну вот так хорошо ну вот грибы сын не мог пройти мимо царите растет на на бревнышки и аж болтается такая ампельная форма клюквы и так этот вдоль всего бревнышка так вот сколько я тут насыпала хорошо ну вот вот здесь вот ягодка и вот сейчас тоже поставлю ягодку где они растут видите прямо рядом с машины отходим только здесь ну метров 300 не больше до машинах замечательно ладно сейчас отметим просто одной рукой снимать другой стран другой точки ставить это очень сложно вот сейчас ягодка все пойдем странный сбор грибов конечно ходишь ходишь и бац вот и все больше нету даже они обычно так 7 это большие а сейчас что ну ладно другой стороны за это спасибо лучше чем ничего ну еще пойдем и уже домой надо поворачивать время ну только сказал поворачиваем а тут ой какая семья это козляки козляки наверно не все они хорошие ну сейчас посмотрим выборочно если молодые есть и старенькие ух сколько их тут ладно порежем типа канавки какой-то что да канавка выкопано или просто была тропинка вытоптана так глубоко неважно режем грибочки а это на водопое водопой наверное или лежанка была выкопали себе яму чтобы поваляться в грязи во мху ладно уйдем от этой ванны подальше пусть валяются без нас интересно два часа ходьбы по такой перине моховой эквивалентно какой дистанции бега сколько калорий теряется надо бы спросить те кто занимается спортом так испытание вроде ходишь тихо но так как каждый шаг проваливаешься опять под вытаскиваешь ногу опять ходишь то есть такое физически чувствую что похудел хорошо то на болоте видите еще и вот такие встречаются эти белоснежный гименофор чисто белая нога красная шляпка это у нас срочка жгучий едкой мы ее не берем потому что уж больно хрупкая и в сыром видите действительно жгучий едкой какая-то не очень вот так ну то что у нас такое виднеется размере счета ну скорее всего уже не дожили до радостной встречи с вами тег что мы тут видим ножка хорошая смотрите и здесь все нормально единство чуть-чуть вот под пластинками ну ладно это так смотреть не видно что он старый молодых то и не видно но все уже идем домой мы идем к машине то что уже темно темнеет как то так ну вот почти вышли из леса вот у нас машина ждет кеша рядышком были буквально грудь максимум 300 метров ходил по котикам закончился сбор 3 о 4 октября пришли мы к машине вот такая вот у нас что здесь у нас маховички желто бурые козляки и горькушки вот ну еще немного еще немного этой клюквы вот таким он был день 4 октября 2022 года ну все всем грибникам удачных походов полных корзинок до новых встреч удачных походов ну